Всем привет! С вами Денис из Хоковон Ионы и сегодня у нас на обзоре двое кроссовок из серии Бездорожье. Это Challenger All Terrain и Speedgoat для трейлов. Итак, начнем с Challenger. Его характерное отличие в том, что этот кроссовок по факту является гибридным. О чем говорит его литера, даже обозначенные на стельке, АТР, то есть All Terrain. По сути, Challenger является клифтоном для бездорожья. Его отличительные особенности в непревзойденной мягкости по подошве, а также шипах, расположенных на передней и задней части подошвы, с разной частотой расположения. На пятке они расположены часто для более эффективных спусков, и в носочной части они редки для эффективных подъемов и улучшенного сцепления на грунте. Также эта подошва обладает характерным изгибом MetaRocker, который по факту облегчает движение и переход в стадию отталкивания. Ну что ж, теперь поговорим о верхней части. Верхняя часть, безусловно, это дышащая сетка, которая хорошо укреплена специальными направляющими, и непревзойденная защита носка обеспечивает вам безопасность от различных мелких камней и мелких веток. В целом Challenger является отличным вариантом для пробежек по паркам и миксованным маршрутом, которые в себя включают как жесткие поверхности, так и парковые дорожки с какой-то растительностью или мелкими камнями. Таким образом, гибридный легкий кроссовок Challenger ATR-4 является вашим надежным спутником, куда бы вы ни поехали, если вам нужен универсальный солдат. Пара слов об истории. Бренд Hocooneone зародился во Франции, в горах, а именно в Шамани, благодаря двум конструкторам Жан-Люк Диар и Николя Мирму. Сами по себе люди были увлечены всеми техническими горными видами, такими как трейлранинг, такими как лыжи, горный велосипед и прочие сопутствующие виды спорта, которые свойственны такой местности. Собственно, технологии, которые перекочевали в кроссовки, они перекочевали из других видов в том числе. Например, технология Мета-рокер, она имеет свои корни в горных лыжах. Вам знакома рокерная технология, которая позволяет лыжи всплывать из глубокого снега? Так вот, эти знания они привнесли в кроссовки, которые, благодаря чему, они стали эффективными на спусках и облегчают переход стопы в стадию отталкивания, и, соответственно, бег становится более комфортным. Итак, следующим на обзоре у нас появляется спидгоут. Спидгоут – кроссовки, сконструированные и посвященные Карлу Мельцеру, американцу, который финишировал больше всех в мире стомильников и является действующим обладателем рекорда передвижения по Апачинской тропе. Собственно, его прозвище и увековечено в названии этих кроссовок, которые обозначены специальным логотипом в виде букв SG и неких таких рогов. Спидгоут 2 – это настоящий трейловый зверь, о чем говорит даже название на его стельке. Здесь внутри обозначено, что этот кроссовок предназначен именно для трейла. Он обладает всеми характеристиками, которые важны для такой обуви. А именно, это достаточно широкая платформа, которая обеспечивает отличный контакт с поверхностью на любом покрытии, даже на самом техническом. Также за сцепление отвечает реверсивный протектор из Vibram Mega Grip, который отлично ведет себя даже на влажных поверхностях, на спусках, на подъемах, вне зависимости от того, какие условия вас поджидают на маршруте. То, что вы видите в виде дизайнерских направляющих элементов на пятке, и ребристая подошва, создана специально для того, чтобы снимать нагрузку именно на спусках. Она здесь больше сжимается и обеспечивает плавный контакт с поверхностью. Что характерно для трейловых моделей – это, безусловно, шнуровка. Шнурки не развязываются в течение всей гонки, поскольку они являются тянущимися и хорошо затягивают кроссовок. Также периметр под 360 градусов закрыт специальным полимером, который обеспечивает защиту от мелких камней и проникновение каких-то мелких веток, которые могут встречаться на маршруте. Продолжение следует...